Посылки из-за рубежа теперь будут приходить быстрее, чем письма из соседних городов. В аэропорту Кольцова открылся пункт международного почтового обмена. Здесь обрабатывают до 25 тысяч писем и до полутора тысяч посылок в сутки. Скорость доставки бандеролей проверила наш корреспондент Екатерина Паршакова. Этот пакет с посылками из-за рубежа почтовики прозвали счастливчиком. В Екатеринбург из Китая он прилетел напрямую, а не через Москву, как было раньше. Кто-то на Урале, мы не знаем кто, заказал 8 ноября в магазине, в каком-то, тоже не можем говорить, загадал посылку. Сегодня 12-е, вот, соответственно, это приехало сюда, получает 6 дней для вот этого пакета. За сутки сотрудники новой почтовой площадки должны проверить десятки тысяч писем и посылок. Сначала все бандероли вручную сортируют. Затем посылки попадают к таможенникам. Их задача – проверить каждый сверток при помощи рентгена. Вскрывать посылки категорически запрещено. Для того, чтобы зарегистрировать посылку, достаточно лишь считать сканером штрих-код и положить ее на конвейерную ленту. Уже через несколько секунд посылка появляется по другую сторону установки. Новым технологиям особенно рады китайские почтовики. Раньше их товары, заказанные через интернет, попадали в московские пункты обмена и лежали там неделями. Открытие новой площадки в Кольцово позволит значительно ускорить процесс. С развитием интернет-торговли поставки мелких пакетов из Китая в Россию увеличились во много раз. А московская почта очень медленно обрабатывала посылки. С открытием регионального центра поставки заказов должны заметно ускориться. В то, что посылки из-за границы теперь будут приходить быстрее, чем письма из соседних городов, пока трудно поверить. Однако проверить это может каждый. Я думаю, даже сам попробую использовать этим делом и заказать какой-то товар, за сколько времени он будет доставлен. Место международного почтового обмена в Кольцово стало пятым в России. Подобные пункты до сих пор работали только в Москве и Новосибирске. Екатерина Паршакова, Павел Гущин. События ОТВ.